Магомед Саид Абидов долгое время работал плотником, а когда вернулся из армии, стал первым фотографом в своем небольшом селе Санатли. Резьба по дереву была для него увлечением, хобби, которое он практиковал в свободное время. В серьез, мастер занялся деревом, только когда стал посвящать этому ремеслу много времени. Там у нас сосед был, ложки делал все время, все время показывал, даже нож подарил, когда был маленький. Деревянный ножик? Ну, этот, есть инструмент для... А, да, вырезки. Да, это вырезки. Магомед Саида можно по праву назвать настоящим цанатлинским самородком. Ведь специального обучения ремеслу деревообработки он не проходил, просто взял инструменты и начал что-то делать. От простых ложек и вилок дошел до вполне сложных предметов. Любое дерево, которое вам попадется, обязательно примет любые формы. Там вилки, ложки, тарелочки. Ну, там попадутся куски, вот, вибрация, я что-нибудь делаю. Вот этим дадут, что-нибудь там, вружки, вружки. Работы плотника от Бога разлетаются мигом. Это и неудивительно, ведь, глядя на его изделия, сложно поверить, что их создал мастер-самоучка. К тому же, многие свои деревянные шедевры он отдает просто так, не делая целью зарабатывать на своем хобби много денег. Деньги. Что я буду делать им дам? Ну как, они же нужны всем. Я никогда не знаю, деньгами не бегал. Даже когда неделю работаю, когда ученики помогают, я деньги не беру так. Особых творческих планов у Магомедса и Давидова нет. Он живет одним днем, режет по настроению больше для души, чем для прибыли. Хотя соседи видят в нем перспективного мастера, который сможет достойно представить село на выставках самого серьезного масштаба. Не от учебы, не от какого-то. Это вот какой-то самородок, который вырос там в селе, никуда не выезжал и так далее. Но он часто по заказам какие-то лестницы делает, балясины делает и так далее. Ну приглашают даже, иногда бывает в Махачкале, иногда пропадают там какие-то заказы. Но обычно наши сельские люди, которые там живут и так далее, его приглашают. Но видят работы там уже и соседние. Конечно, сейчас деревянная посуда уже не пользуется таким спросом, как раньше. Во времена наших предков она была необходимостью и непременным атрибутом каждого горского дома. Но радует одно то, что желание использовать в быту экологичные материалы есть до сих пор. И это дает надежду, что древнее ремесло будет востребовано и станет возрождаться, даря рукотворное тепло новым поколениям. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал «Энантэ Гумбетовский район». Ремесло, Магомед Магомедовский район.